История про аллергию, Евину. У Евы второе лето, уже проявляются симптомы аллергии на что-то в один и тот же период, приблизительно это июнь-июль, опухают глаза, слезятся, заложенный нос, ну в общем тяжело и бедняжка. И первый раз, понятно, мы не поняли вообще, что это такое, второй раз уже мы провели параллель, уже догадались. И когда я стала прозванивать, чтобы записаться к аллергологу, оказалась та самая история, когда на год вперед очередь, ну в общем-то попасть нельзя. Ну и я как бы побежала впереди паровоза, впереди мужа, который говорил, что подожди, подожди, все как бы сложится нормально. И мы записались к аллергологу, к частному, по-моему за прием, что 160 злотых заплатили, ну больше 100 точно было. Ну такой дядечка, в принципе, Еву вообще можно было не приводить, он поспрашивал, это было в августе, где-то начало августа, и дал направление на анализы, при том он сказал, что на данный момент, так как еще всякие цветения есть, то нужно брать анализ крови, ну и типа приходите как бы с результатами, второй прием вам будет бесплатно. И когда я позвонила в ту лабораторию, чтобы узнать вот эти вот анализы, сколько они стоят, то там что-то мы посчитали, так как чтобы сделать на все эти анализы крови, там что-то 300 злотых, ну я, конечно, ого-го, и так как мы это откладывали, откладывали, ну думали, как бы сделаем, но потом я все время себе записывала там дневник. Ну для меня был повод отложить в первую очередь, потому что это аллергопробы делаются в неаллергический период, то есть желательно делать уже поздней осенью, когда уже... Изначально про кровь нам не говорили. Да, ну в общем, так как мы родители неспешные, мы в общем... Мы нормальные. В общем, мы... дошло до того, что Ева уже пошла с сентября в школу, и им в какой-то день выдали анкеты. Анкеты достаточно обширные на выявление разных аллергий, то есть там как бы такие параграфы, группы, наверное, кто учится в Кракове, в Польше, я думаю, что это было по всему Краково, может быть, то есть во всей Польше. Это такая программа, которую государство профинансировало по выявлению различных аллергических реакций, как я поняла. В общем, заполнили мы эту анкету, естественно, на вопросы о цветениях и аллергии ответили «да». Да, и нам дали в школе направление в определенную клинику. Я прозвонила эту клинику, очередь была там буквально на месяц, именно в рамках этой программы. То есть мы с Евой приехали, ее приняли, сделали ей тут же на месте уже как бы аллергопробы такие классические, когда там на ручку вот это капают, и сразу же результаты у нас через 10 минут были. Потом нас провели, то есть при том, что это поток, вот просто я видела, что дети один за другим, один за другим. Тут же на консультацию к специалисту она нас проконсультировала, как бы, что у вас там аллергия на то, на то, на то. И как бы написала, что дальше делать. Ну, правда, дальше опять надо идти к своему семейному врачу, он даст направление к аллергологу уже с этой бумажкой, с результатами. Немножко бюрократия медицинская есть, но есть, не идеально. Да, а потом опять записываться в эту клинику, только вот у меня сейчас подозрение, что это может быть в таком, как бы, обычной, теперь уже не по программе. В обычном режиме. Но у нас есть, как бы, и тут я вспомнила, ну, Вова тоже, что у нас же есть второй визит к частному, бесплатный. Мы уже придем с результатами анализов. По программе. Ну, в общем, я не знаю, чем все закончится, но надеюсь, что вы, как бы, мы не зря заплатили деньги. Мы сэкономили где-то 300-400. Да, вот на этих всех анализах достаточно много. Да, 100 долларов мы сэкономили. И теперь, что, теперь я записалась к частному, аж через месяц, все равно тоже очередь, но не на год вперед. Ну, и, как бы, будем продолжать лечиться, наверное, от чуленья будем делать. От чуленья, да. Это, это, я забыл, как это умно называется по-русски, но это когда... Думаю, не надо, дай бог никому не знать. Да, дай бог, дай, вы не знаете. Вот такая, как бы, но, тем не менее, видите, как бы, программа, ну, я рада, что государство профинансировало. Это круто. Заботятся о детях, да, это круто. Это здорово. Субтитры сделал DimaTorzok